Взрыв на ТЭЦ в Ридере. В регионе объявлен режим ЧП. Почему новый инвестор после серии зимних поломок не решил проблему? Перейдет ли управление станцией государству? Большая вода. Сколько домов в Бактюбинской области не подлежат постановлению? Построят ли людям новое жилье? Строительство домов мы начали. И где сохраняется опасность паводков? Массовая интоксикация. Как чувствуют себя школьники, участники Республиканской Олимпиады? Кто виноват в том, что дети получили отравление? И что решили изменить в правилах после этого случая? Новые поправки в закон о защите животных. Какие изменения хотят внести? Насколько это усложнит жизнь владельцам домашних питомцев? И защитят ли новые правила четвероногих? В Ридере вновь объявили чрезвычайное положение регионального масштаба. Накануне на ТЭЦ произошел взрыв на тракте подачи угля. 22 марта там же загорелись два котла. В Акимате Восточно-Казахстанской области заявили, что новый инвестор не проявил никакой активности. Ситуация только усугубилась. Всего с начала отопительного сезона в теплоэлектроцентрале произошло 67 остановок котла агрегатов. Жители Ридера продолжают жаловаться на холод в квартирах. В Министерстве энергетики сообщили, что по факту происшествия на ТЭЦ в Ридере создана комиссия и ведется расследование. Накануне взрывной волной разрушила конструкции площадью 80 квадратных метров. Видео с места происшествия распространяется в социальных сетях. В Акимате Восточно-Казахстанской области сообщили, что новый инвестор станции не проявил никакой активности. Кредиторская задолженность возросла до 3 миллиардов 100 миллионов тенге. Имеются серьезные проблемы с поставкой угля, мазута, электроэнергии, оплатой труда. Будет рассмотрен вопрос, чтобы владельцы передали компанию в коммунальную собственность. Для того, чтобы избежать чрезвычайной ситуации, мы вынуждены сегодня взять управление станции на себя. Практически сегодня решены вопросы обеспечения станции мазутом, углем, электрической энергией и другими необходимыми компонентами для эффективного осуществления работы станции в этом режиме, который позволит довести до логического завершения тепловой режим и тепловой сезон этого года. Еще в одном районе Уилском Октябинской области объявили режим ЧАЭС местного масштаба. Там разлилась река и затопило 11 домов и 12 дворов. Ранее ЧАЭС был объявлен в Кобдинском районе. 24 дома там признали неподлежащими восстановлению. Синоптики КАЗ Гидромета сообщают, что кроме Октябинской риск паводков сохраняется и в Карагандинской области. Веранда частично обрушена. Трещины видны по всему дому. Двор полной воды. Глубоко здесь очень. Режим ЧАЭС местного масштаба в Уилском районе области объявили сразу после затопления 17 марта. Простым сельчанам это позволяет в первую очередь рассчитывать на возмещение ущерба. Вода затопила 11 домов и 12 дворов. Сейчас идет незначительное повышение уровня реки Илег. Это на выходе уже из границы Российской Федерации, мартузской территории. Потому что отсюда идет сброс активности. Поэтому соответственно там идет повышение. Кроме этого есть незначительное повышение сейчас реки Хосистек. Это Карагандинский район. Потому что сейчас в северных регионах у нас есть Каргала, Храмтау, Атекиби. Практически лед еще стоит. В Кабденском районе под водой остаются 13 домов. В общей сложности там было затоплено 79 домов. Из-за паводков обесточенными остаются два села. Там местные жители получают электричество посредством генераторов. Напомню, большая вода в районный центр хлынула со степи еще 14 марта. Чиновники обещают, что не оставят пострадавших в беде. Тем, чьи дома полностью разрушены, построят новые. А таких 24. Причем за два месяца за счет местного бюджета. На каждое жилье планируют потратить по 20 миллионов тенге. Сейчас по нему уже строительство домов мы начали. Дома построятся. Потом сразу документы, как сделаем через БТИ, на них сразу же оформим. Предварительную сумму не смогу, потому что по Уильевскому району сейчас уже работает, по Хабде тоже. Между тем, синоптики Казгидромета предупреждают о высоком риске паводков в семи районах Актюбинской и в двух Карагандинской областей. Ожидается, что с 24 по 26 марта из-за потепления там будет интенсивно таять снег, отчего уровень воды в реках поднимется. Эльмира Ержанова, Азамат Кубигенов, Информбюро, Актюбе. Котлеты и суп могли стать причиной массового отравления участников Республиканской школьной олимпиады в Шемкенте. По крайней мере, на это указывают сами пострадавшие дети, многие из которых приехали из Костаная. Медики и организаторы олимпиады не спешат с конкретными выводами. Они рассматривают и другие версии случившегося. По их данным, пострадавшие могли отравиться в дороге на экскурсии по городу. Точный источник инфекции определят в ближайшие дни. Перечисляются многие продукты. Есть и воргеры, есть и суши, есть и супы, есть и салаты, то есть и шоколадки. То есть абсолютное разнообразие продуктов. В настоящее время анализы забор взят анализы, производственная проверка проведена. И как только результаты будут сделаны в лаборатории, будет явный источник инфекции, какой микроорганизм вызвал такое состояние. И, соответственно, дальше приняты меры. Сейчас состояние детей оценивается как стабильное. По их словам, недомогание они почувствовали после ужина в столовой общежития, где их разместили. У 14 учеников возникли одинаковые симптомы головокружения, тошнота, боль в животе и жидкий стул. У всех острая кишечная инфекция. В Шемкент прибыла рабочая группа из Министерства просвещения. Они тоже инициировали проверку и по ее итогам обещают строго наказать причастных лиц к инциденту. Пока же комиссия решила не рисковать здоровьем остальных участников Олимпиады и поменяла поставщика питания в общежитии. Сделаем так, чтобы не в ущерб тех призеров, которые действительно первый и второй тур завершили, не в ущерб них мы будем рассматривать, как поощрять тех детей, которые не по их вине, а вот находились, лежат в больнице. Есть дети, которые хорошо написали эту работу, да, первый тур. Есть дети, которые слабо написали первый тур. Поэтому это все будет решать наша комиссия. Олимпиада еще продолжается, поэтому пока говорить о каких-то призовых местах рановато. Бесплатная раздача плова и баурсаков на урыс в Казахстане обернулась давкой и руганью. Социальные сети переполнены в видео, где наши граждане едва не пустили кулаки в дело, чтобы получить порцию бесплатного угощения. Люди не соблюдали очередь, столкались, а некоторые складывали еду в пакеты, чтобы унести с собой. Почему каждый раз бесплатная раздача еды оборачивается большим скандалом, узнавала Анастасия Новикова. Почему меня не пускают? Почему меня не пускают сюда? Давку и скандалы на наурыс в Казахстане сняли на видео. На этих кадрах женщина пыталась попасть в юрту. Она посчитала, что еды там бесплатные, и потому изо всех сил рвалась к Дастархану. А на этом видео люди, вместо того, чтобы взять несколько бесплатных баурсаков и конфет, складывают все в пакеты. А это уже в другом месте. Организаторы праздника раздавали плов в одноразовой посуде. Но некоторые набирали горячее блюдо в пакеты, чтобы унести домой. Казахстанцы разделились во мнении, почему некоторые наши граждане так себя ведут. Мне кажется, это показывает уровень культуры наших людей. Надо быть скромнее. Низкий уровень жизни, дохода. И наши люди привыкли, в принципе, брать все бесплатно. Психологи объясняют, у людей в такой ситуации присутствует стадный рефлекс. Если один начинает складывать еду в пакеты домой, другие тоже будут делать это. Здесь срабатывает такой момент, почему кому-то можно, а мне нет. Немаловажную роль играет и воспитание. Раньше все-таки народ воспитывался в понятиях коллективизма. Сейчас народ воспитывается в понятиях индивидуализма. Только ты, только ты самый сильный, самый лучший. И это, причем, закладывается с детства. Это не развивает человека. Мы ведь социальные создания. По словам специалистов, нужно воспитывать в людях культуру поведения, прививать важное ее с младенчества в семье, а закреплять эти знания в детском саду и школе. Культуру нужно прививать в семье. Как ведут себя родители, так будут вести себя и дети. Чему научат такие люди своих детей? Именно поэтому важно следить за своими поступками и говорить детям, как можно делать, а как нет. В Казахстане с 1 апреля вводят обязательную маркировку обуви. Специальный код расскажет покупателю полную информацию о качестве товара и его производители. Отечественные обувные фабрики уже перешли на цифровую маркировку товара. Ну а у торговцев рынка стали популярны услуги компаний-интеграторов. О том, сколько стоит услуга по маркировке обуви под ключ, расскажет моя коллега. На этой обувной фабрике в Таразе вот уже больше 60 лет шьют кожаную обувь. В год здесь производят свыше 240 тысяч пар ботинок и туфель. Перед отправкой на прилавке весь товар маркируют. Нанесение на коробку идентификатора «Дата Матрикс» дают много преимуществ, рассказывают отечественные производители. У нас совесть чиста. Вытаскиваем пиар-код, его клеят и при продаже магазин наводят на пиар-код. В пиар-коде все есть. Производитель. Из чего он состоит? Обувь, кожа, подошва, материал. Мы несем перед потребителями ответственность. Среди оптовых и розничных торговцев, которые сейчас обязаны нанести «Дата Матрикс» на остаточную продукцию, популярна услуга «Маркировка обуви под ключ». Ее стоимость составляет всего 53 тенге за одну пару. Туда входит весь спектр. То есть мы регистрируем в национальном каталоге ЕСМПТ. Мы добавляем карточки товаров, заказываем коды, печатаем, отдаем это нашим клиентам, говорим, как оклеить и как вывести из оборота. То есть вот это стоит всего 53 тенге. Алматинский интегратор Тимур Ковалев продавцов с рынка консультирует бесплатно. За два года в его базе появились около 150 постоянных клиентов. Большая часть – это импортеры. Для них цена варьируется от 53 до 200 тенге за пару. И на стоимости обуви это не отразится, отмечают эксперты Динара Нругалиева, Дидар Ильюв, Информбюром Астана. В Алматы наградили лучших водителей партнеров Яндекс.Гоу. Мероприятие приурочили к Международному дню таксистов. По каким критериям выбирали победителей, расскажет Елеман Раенбеков. Жизнь такого крупного мегаполиса, как Алматы, невозможно представить без такси и таксистов. Яндекс.Гоу решил в честь профессионального праздника отметить 10 лучших водителей своих партнеров. Эти водители, которые долгое время получают самые высокие оценки от пользователей, стабильно выполняют заказы, сегодня получили ценные умные колонки и сертификаты от компании. Примечательно, что все они представители Толгарского района. Специальным гостем стал водитель из Шимкента, который недавно экстренно принимал роды у пассажирки прямо на заказе. Заказов много, удобно, пользуемые, предложение легкое. Хороший заработок можно заработать. Да, еще такие интересные моменты бывают. Это первый раз, такой в моем случае был за 4 года. Ну, напомнился на всю жизнь. На казахстанском рынке такси и доставки Яндекс.Гоу уже более 6 лет. За это время приложение показало себя надежным партнером. Благодаря ему в стране на постоянной основе получают заказы и доход более 170 тысяч человек. Для нас безопасность пользователей и военных партнеров – это главный приоритет. Поэтому мы продолжаем инвестировать в безопасность, внедрять наши технологии, которые делают поездки безопаснее и комфортнее. Яндекс.Гоу охватывает 20 городов Казахстана. И во всех из них с 2018 года компания автоматически дополнительно страхует жизнь и здоровье пассажиров и водителей. Во время заказов на сумму до 4 миллионов тенге. Елена Манраймбеков, Влад Шишко, Информбюро. Продолжаем Информбюро. Министерство экологии разработало поправки в типовые правила содержания и выгула домашних животных, принятые год назад. Весь этот год зоозащитники утверждали, что самые важные пункты из этого нормативно-правового акта исключили. Довольны ли они теперь новыми поправками и насколько правила удобны для владельцев кошек и собак, выясняла Людмила Батюшкина. Жанна Косубаева берет свою кошку во все поездки. Она называет ее своим ангелом и уверена, что именно ей обязана многими положительными изменениями в своей жизни, в том числе престижной работой. Кошка, по словам женщины, дрессированная. Умеет ходить не только на шлейки, но и выполнять многие команды. Не все новые поправки Жанне по нраву. К примеру, что кошек можно выгуливать только на поводке. Есть у меня любимчик код. Если этот закон вступит в силу, то мне надо будет его какими-то методами вылавливать, чтобы сохранить от этого закона. Вот парадокс. Однако зоозащитники считают, что эти поправки ключевые в документе. Год назад, когда они участвовали в разработке типовых правил на республиканском уровне, все эти пункты в них были, но в готовом документе их не оказалось. Год они бились за исправление НПА. Действительно, были предложения от зоозащитных организаций. При этом данные нормы некоторыми акиматами и другими госорганами не были поддержаны. В этой связи редакция поменялась. К примеру, ранее правила предписывали выгуливать даже мелких собак в намордниках и на поводках, что не давало животным элементарно дышать и могло привести к гибели. Теперь прописаны размеры. Поправки усиливают ответственность владельцев за своих питомцев, вакцинацию и обязательную стерилизацию, если только животное не представляет племенной ценности. Запрещено употребление собак в пищу. Прекратится рост бездомных животных, потому что большинство из них рождается всё-таки дома, возрастёт ответственность владельцев, снизится соответственно количество нападений на людей. Если их примут в таком виде, это, конечно, будет прорыв, потому что таких правил в Казахстане пока не было. Поправки выставлены на обсуждение до 6 апреля. И даже если их примут в таком виде, маслехаты в регионах могут вносить в них поправки на своём уровне. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Инфорумбюро, 31 канал. Команда Oppo Казахстан провела грандиозный ивент в честь выхода на рынок и начала продаж уникального смартфона 2022 года Oppo Reno8 T-Series. Компания Oppo – это один из крупнейших производителей смартфонов в мире. Порадовала Oppo не только любителей гаджетов, но и фанатов Димаша Кудайберген. Жамал Габдулина встретилась со всемирно известным певцом и бренд-амбассадором Oppo. В минувшие выходные Oppo представила две модели смартфона с потрясающими характеристиками – Oppo Reno8 T и Oppo Reno8 T 5G. Новинки отличаются камерами со сверхразрешением 100 и 108 мегапикселей и стильным дизайном. Смартфон по достоинству оценили первые покупатели Oppo. Некоторые даже смогли сфотографироваться и получить автограф Димаша Кудайбергена. Вот неделю, как я приобрела Oppo. Мой супруг сказал, что сейчас смартфоны Oppo в тренде. И к тому же Димаш – бренд-амбассадор Oppo. А я люблю его творчество. И не могла упустить возможности сфотографироваться с Димашем. Ивент для первых покупателей Oppo Reno8 T «Сирис» прошел достойно. Всемирно известный певец Димаш Кудайберген лично поздравил всех с Наурызом. Некоторые его фанаты приехали прямо из Швейцарии. Здравствуйте, мои казахстанские друзья. Меня зовут Эстер, я живу в Швейцарии. Я приехала в Казахстан на Наурыз и для меня стало большим сюрпризом, что Димаш приехал в Алматы. Я счастлива. Поздравляю всех с Наурызом. Кроме того, в программе ивента разыграли гифт-боксы с модными аксессуарами и беспроводные наушники Oppo. Любой желающий мог сфотографироваться в специальных фотозонах и послушать выступление хедлайнера мероприятия группы Олутау. Жамал Габдулина, Рината Булхаиров, Информбюро, Алматы. «Арджи Брендс» продолжает радовать казахстанцев подарками. Этой весной компания запустила масштабную акцию «Встречай весну» вместе с брендами «Асу», «Дада», «Пиала» и «Пепси». Жители страны могут выиграть смартфоны, фотоаппараты и смарт-часы. Победители выбирают каждую пятницу в прямом эфире на официальном ресурсе компании. Продлится акция до 30 апреля. Как стать участником розыгрыша, расскажет наш корреспондент. Масштабную весеннюю акцию по всей стране «Встречай весну» вместе с брендами «Асу», «Дада», «Пиала» и «Пепси» запустила компания «Эрджи Брендс». Стартовала она 1 марта и завершится 30 апреля. У казахстанцев есть возможность выиграть смартфоны, современные фотоаппараты и смарт-часы, просто купив любимую продукцию. Чтобы стать участником акции, нужно лишь купить любой продукт брендов «Асу», «Дада», «Пиала» и «Пепси». Пройти регистрацию на сайте веснапромо.ми или в телеграмм-бот веснапромо.кзбот. Без ошибок внести свои данные и отправить на сайт или в телеграмм фото продукта, который представлен в акции. Победители определяют с помощью генератора случайных чисел. Сегодня ценные призы выиграли жители из Алматы, Караганды, Усть-Каменогорска и Шимкента. Каждую пятницу в 11 часов утра мы разыгрываем в прямом эфире в аккаунте в плюсе.кз, разыграем эти классные подарки. У нас сидит большая комиссия, которая проверяет точность выполненных условий участника. И если все выполнено правильно, верно, то мы сразу же дозваниваем сюда участника и сообщаем ему о таком радостном событии, о том, что он победил и выиграл наши классные призы. Один участник может загрузить не более пяти фотографий в течение суток. Снимок должен быть отчетливым, чтобы хорошо было видно продукт. Не принимаются фотографии, сделанные в магазине на складе, а также рекламные материалы с изображением аукционной продукции. Кроме участия в большом промо, можно попытать удачу и в других розыгрышах и выиграть запас вкусных напитков. Для этого нужно подписаться на страничку в Инстаграм, выложить у себя в сторис фото с отметкой аккаунта плюси.кз этот розыгрыш проходит каждую неделю и завершится также 30 апреля. Мадина Сюмбаева, Рината Булхаиров, Информбюро Алматы. В Шемкенте отметили Наурыс. С таким размахом праздник провели впервые. Жителям и гостям города представили новый ипподром, на котором развернулся этно-аул и прошли большие игры кочевников. В Шемкенте Наурыс отпраздновали на новом ипподроме. Здесь развернули этно-аул, в котором установили 173 юрты. В каждой из юрт представили национальные блюда – наурыс, козже, баурсаки и курт, которые пришлись по душе к каждому посетителю. Гости могли ознакомиться с культурой и традициями казахского народа. А праздничный концерт зарядил всех особым настроением. С наурызом шемкенцев и гостей города поздравили Аким Мегаполиса и министр культуры и спорта. В этом году мы отмечаем Наурыс грандиозно. В этот светлый праздник мы открыли в Шемкенте новый ипподром, где пришли великие казахские игры. В этом году я праздную Наурыс в Шемкенте, этому очень рад. Спасибо вам за теплый прием. Наурыс – это месяц соединения дружбы и добра. Для нас это начало года. Наурыс в южных регионах, особенно в Шемкенте, празднуют масштабно. В Шемкенте провели большие игры кочевников. По рамке спортивного мероприятия с призовым фондом в 100 миллионов тенге. Участники соревновались в приготовлении национальной еды, пошиве одежды, творчестве и, конечно, в национальных видах спорта. Принять участие в играх приехали спортсмены из Китая, Монголии, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. Главная цель игр – сохранить и передать национальные обычаи объединить жителей разных регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья. За три дня праздника на новый ипподром приехали свыше 50 тысяч человек. Анастасия Новикова, Наран Амзиев, Абзал Турабеков, Информбиро Шемкент. Вместе с казахстанцами отпраздновали наурысы студенты из разных стран. Многие из них даже приняли участие в приготовлении национальных блюд. Жарили баурсаки, варили плов на костре и, конечно же, пробовали наурыскожи. Молодых людей из-за рубежа впечатлил масштаб празднования. Они активно участвовали в казахских национальных играх и примерили шапане. Я знаю, что наурыс считается днем начала Нового года в Казахстане. Я вижу, что люди очень ценят этот праздник, и это замечательно. Мне нравится этот праздник и отношение казахстанцев к нему. Мне очень нравится мой сегодняшний костюм, потому что я очень ценю традиционные вещи. Он выглядит просто отменно. С каждым годом число иностранных студентов, желающих получать знания в Казахстане, становится больше. После значительного перерыва, связанного с карантином, в нашу страну вновь прибывают молодые люди из разных уголков планеты. Они делятся своими традициями и с удовольствием знакомятся с нашими. Так приобщаются к казахской национальной культуре. А в Алматы идут последние приготовления к самой долгожданной телепремьере этого сезона. Уже в понедельник в 17.00 в эфире 31 канала стартует новое семейное шоу «Баттл Пар». Редакторы шоу и ведущий Нуркен и Манкулов уже придумали для участников более сотни самых неожиданных и каверзных заданий. Команда шоу предупреждает, выиграть главный приз, новый автомобиль, будет очень непросто. Впервые борьба за призы развернется в прямом эфире. Целых три часа команды участников, супруги, пары в отношениях и даже братья и сестры будут доказывать соперникам и зрителям, что именно они достойны победы. Придется проявить не только ловкость и смекалку, но и умение понимать партнера без слов. Специально для этого в студии шоу построили стеклянную комнату, внутри которой участники не могут слышать друг друга. Съемочный павильон вместит сразу 100 зрителей, еще тысячи смогут поддержать любимых участников у телеэкранов. А в финале каждого месяца лучшая пара уедет домой на новеньком авто. Три автомобиля, купленных специально для шоу, уже ждут своих владельцев. Шоу «Баттл Пар» стартует в эфире 31 канала 27 марта в 17.00. «Уже сейчас в проекте принимает участие около 90 человек, то есть кастинг, в принципе, продолжается. Планируем, в целом у нас проект будет идти на протяжении трех месяцев. В качестве приза будет выступать автомобиль, каждый месяц по одному автомобилю. Ожидаем, что этот проект будет самым главным народным проектом нашего канала». Это золотой слиток, который вы можете купить в банке «Центр Кредит». Именно этот драгоценный металл позволяет сохранить ваши сбережения от инфляции. Узнайте подробнее о слитках в отделениях банка. Также инвестируйте в золото онлайн в приложении bcc.kz. Выбирайте золото и дарите его близким.